28 ноября в гостиниц Космос в Москве прошла большая конференция, посвященная так называемым Екатеринбургским останкам, которые пытаются выдать за мощи православных святых, государя императора Николая II, его семьи и ближайших верных слуг, которые были ритуально убиты в 1918 году большевиками, интернационалом, который был собран специально для этого. И сегодня продолжатели дела большевиков пытаются фальсифицировать останки, вовлекли в это дело не только следственные органы, но и представители духовенства. У нас есть два бесноватых митрополита, которые агитируют нас за участие в построении собственными руками цифрового концлагеря, и они же, как ни странно, являются теперь рьяными сторонниками того, чтобы в мае 1922 года на Архиерейском соборе русская православная церковь объявила бы, что вот эти захороненные, извлеченные неизвестно из какой могилы, захороненные как царские останки кости, были признаны мощами. До недавнего времени в той фальсифицированной версии, которая предложена была общественности, не хватало двух трупов. И не так давно, года два или три назад, их якобы нашли. И вот самое интересное было на этой конференции опровержение, ну стопроцентное опровержение того, что найденные останки принадлежат представителям царской фамилии. Версия, которую пытаются выдать за достоверную, идет еще от КГБ КПСС. И все это организовывалось в период перестройки, специально для того, чтобы тема, которая поднималась из глубин народа, осуждение вот этого преступления, в чем и состояло покаяние за своих предков, совершивших это деяние, и не препятствующих ему за другие грехи и свои собственные, за отступничество. И чтобы пресечь это, решили тему закрыть. И превратили ее в такой детективный сюжет, который затем как-то немножко затух. Все бегали с деньгами и пытались куда-нибудь вложить и стремительно разбогатеть. Поэтому в первой половине 90-х эта тема не очень была интересна. То есть к старым грехам прибавляли новые. И во второй половине 90-х была создана государственная комиссия во главе с Борисом Немцовым, таким ультралибералом, которому, конечно, было совершенно наплевать на русское мировоззрение, на восстановление русской власти. Это был человек, конечно, абсолютно чуждый вообще всему русскому, но именно за это его и поставили во главе комиссии. И она, естественно, пришла к выводу, что непонятные останки являются мощами православных святых. А сейчас дело продолжили уже внедренные в русскую православную церковь вот эти два бесноватых митрополита. И новое якобы расследование, хотя совершенно так и непонятно, новое оно или старое. В старом деле, как ни странно, номер этого дела содержал три шестерки, как бы специально кто-то вписал в издевку над православными людьми. Сейчас номер дела вроде бы другой. Как оно ведется, кем ведется, совершенно непонятно. Повторные экспертизы запланированы, сделают, нет, неясно. А фальсификации налицо, их настолько много, что просто все бросается в глаза. И пусть даже прежний следователь, который уже сейчас в преклонных годах и выступил на этой конференции, Владимир Соловьев выглядит достаточно убедительно со своим страдальческим лицом. И вроде как он страдает за правду. На самом деле, когда его слушаешь, его выступление было, может быть, одним из самых длинных на этой конференции. Я все это прослушал через интернет, через прямую трансляцию, поэтому ни слова не упустил. Содержит явные передержки. И вот этот эмоциональный такой подход к делу своей жизни, фальсификации царских останков, конечно, очень сильно исказил и психику этого человека, и его способность к критическому мышлению. Отрадно, конечно, что на конференции выступили два человека, причастные к фальсификации, которые повторили все свои фальсифицирующие доводы. Все они довольно хорошо известны, все давно разоблачены. И я должен сказать, многие этого не понимают, что для того, чтобы разоблачить некоторую теорию, достаточно одного довода, достаточно одного неопровержимого довода. А таких доводов множество. Множество. И на конференции были представлены соответствующие доводы и по старым данным, и новые данные были получены по поводу обнаружения двух недостающих трупов. Там стоматологическая экспертиза однозначно показывает, что все вранье, где же эти останки есть, зубы нашли, а трупов нет. То есть сожгли. Версия такая, что сожгли и как-то так быстренько сожгли за пару часов. Там вся хронология известна. Не получается за два часа невозможно труп сжечь. Нужно минимум часов шесть. И останков должно быть больше. А если уж так сжгли зубы, то тело и зубы, то не могли. Не могли зубы остаться неповрежденными и даже незакопченными. Ну, это просто очевидная подделка. И как недоставало этих двух трупов по количеству, не хватало, так и не достает. А все предшествующие останки, ранее извлеченные, они уже давно исследованы. И уже тоже, ну, как нам представляют, например, череп. Говорят, это череп Николая Второго. Какое доказательство? А, вот есть метод фотоналожения. Есть череп и есть фотография Николая Второго. Под нужным углом череп фотографируют и потом полупрозрачные изображения совмещают. Ну, все было бы хорошо. Метод неплох сам по себе, хотя и очень неточен. Но, братцы мои, у черепов, которые были извлечены из могилы, уничтожены лицевые кости. Они были разбиты специально для того, чтобы опознание не могло состояться. И у черепа, который приписывают Николаю Второму, ровно такая же история. Там нет существенных фрагментов лица. Там сохранились только надбровные дуги. И глазницы можно сопоставить. Но, тоже, братцы мои, фальсификация настолько очевидна, что дальше ехать некуда. То есть, совмещение-то происходит, масштабирование нет. Размер-то вы отмасштабировали? Нет, разумеется, никто этим не занимался. То есть, это такая фотоуловка. Скажу тем, кто не в курсе дела, что у европеоидов верхняя часть тела, верхняя часть черепа практически идентична у всех. Вот форма глазницы и контур черепа. Различается длина, соотношение ширины и длины черепа. Действительно, есть различия, но они тоже не специфичны для выявления какой-либо личности. И на конференции тоже было показано, когда в профиль пытаются совместить фотографию Николая Второго и фотографию черепа в профиль. Но ничего не получается. А эти фальсификаторы говорят, да нет, смотрите, оп, как хорошо у нас попало. Да ничего не попало. Ничего не попало. Там несовпадение формы черепа в верхней части. Он никак не укладывается. Как-то не бейся. Но если человек уже все вошел в эту фальсификацию, он уже не может из нее выйти. И ему все кажется. Ему кажется, что все совпадает. Вот еще одно доказательство нам показывает череп с повреждениями, которые были якобы нанесены тем же способом, что и государю Николаю Второму, когда он еще был цесаревичем и был в Японии, там ехал на рикше, на него напал полоумный какой-то самурай и нанес ему удар. Правда, видимо, или неумелый, или тупым клинком, потому что ну так бы просто снес череп. Там повреждения были, и фрагмент кости даже пришлось извлечь. То есть достаточно тяжелые удары, но от двух ударов государь тогда не упал, а наоборот попытался уклониться. Он спрыгнул с этого рикши и попытался убежать от этого самурая. Сам-то он был невооружен, и охраны никакой не было. Вот, ну, того задержали, остановили. И, в общем, на черепе должна быть, по крайней мере, от одного сильного удара, должно быть повреждение и костная мозоль, потому что зарос череп. А здесь нам показывают череп с трещинами, как будто бы вчера нанесли эти раны. Ну, это же смехотворно, о чем вообще думает антрополог или судмедэксперт, когда он нам показывает все это дело в расчете на что, на кого? В расчете на совершенно невежественных людей? Вот, видимо, это и является основной опорой фальсификаторов. Нам пытаются представить дело так, что все это, ну, чисто научная задача, научными методами, мы решили, что это останки царской семьи, и вопрос может быть закрыт. Это ложь, конечно. И вопрос еще в юридическом оформлении. Чем вы там занимаетесь-то? Это следствие или это выполнение какой-то политической задачи, для того, чтобы морочить народу голову? Выступили два юриста, блестящие юристы, которые показали, что следствие ведется не по закону, возбуждено незаконно, непонятно, кто является пострадавшим, о чем идет речь вообще. То есть совершенно другой подход должен быть к следственному делу. Он как в прошлый раз под руководством Демцова, так и сейчас под руководством Бастрыкина не соответствует законодательству, не соответствует тому, что положено делать при следственных действиях, при возбуждении уголовного дела. А если это не уголовное дело, то тогда что это? Что это за расследование тогда? Тогда прямо и говорите, что мы не занимаемся расследованием с соблюдением юридических процедур, и наши выводы не будут обязательными, не будут утверждаться судом. А в суде кто будет сторонами в этом суде? То есть множество всяких вопросов. Нам показывают следователи, будто бы где-то работают, ничего не слышно об их деятельности. Сделано в прошлые годы 40 экспертиз, они в подавляющем большинстве не опубликованы, лишь результаты опубликованы. Чего-то боятся, что-то скрывают. Следственные исследования следователя Соколова еще времен Гражданской войны полностью не опубликованы. Вот только сейчас энтузиасты, по всей видимости, опубликуют то, что они с большим трудом нашли, весь архив Соколова оказался в Соединенных Штатах, и никому не интересно, никто эти документы не востребовал, и никакое следствие туда не обращалось. Но здесь энтузиасты нашли возможность и опубликуют все это. Есть масса других методов, которые демонстрируют, что все, что понаделали там вот эти ельцинско-путинские фальсификаторы, это все ложь, это все подделка. И продолжение, как я в свое время назвал этот процесс, вторая казнь. То есть была казнь, лишающая жизни, а сейчас казнь, уже посмертно лишающая истории, лишающая нас, уже не усопших, умерших, убиенных, а нас, лишающих собственной истории. То есть мы уже и не мы, если мы правды не желаем и не знаем ее, и пользуемся данными фальсифицированными. А зачем эта фальсификация? Кому она нужна? Вот это уже вопрос политический. И смотрите, как связался электронный концлагерь и фальсификация царских останков. Откуда это стремление такое? Это стремление уничтожить нашу историческую память. Это стремление снять вопрос о преступлениях большевиков, чудовищных преступлениях. Это стремление снять вопрос о ритуальном характере убийства, а ритуальность там из всех щелей сквозит. И именно поэтому всех, кто говорит о ритуальном характере, начинают называть антисемитами-экстремистами. Знаете, на воре шапка горит, и он начинает кричать почему-то, почему-то, что его преследуют. А слова про это не было сказано. Детальное изучение этого вопроса так и осталось за пределами деятельности вот этих госкомиссий. Между тем, есть масса указаний на то, что убийство было ритуальным. Там и надпись определенная, и сокрытие своего преступления тоже. И подделки разнообразные, там так называемая записка Юровского, составленная историком Покровским, а не им самим. Тоже это доказано. А фальсификаторы по-прежнему говорят, нет, раз называется записка Юровского, значит записка Юровского. Не проводятся экспертизы текстологические, потому что есть вот эти воспоминания этих изуверов преступников, они не стыкуются между собой. Там тоже очевидно, что ну вот проговариваются, пробалтываются, где-то фальсифицировали, а где-то не получилось. И сейчас дело фальсификации, дело сокрытия преступления продолжают нынешние власти, и теперь уже и в церковной среде вот самые влиятельные персоны, претендующие на то, чтобы занять патриарший престол, тоже соучаствуют в этом. Для чего? Для того, чтобы опереться на поддержку вот того бюрократического, олигархического аппарата, который заинтересован в фальсификации. И эти люди тоже заинтересованы в фальсификации, вот исходя из своих, в общем, настолько низменных устремлений, что ну просто стыдно за то, что вообще в церкви могут присутствовать такие люди. Очень важна эта конференция, конечно, для того, для того, чтобы как-то общественность немножко оживить, всколыхнуть какое-то чувство, желание знать истину, стремление к справедливости. Но здесь я уже должен сказать, что организаторы потерпели неудачу, точнее запланировали неудачу, потому что они не пригласили никого, кроме тех, кого они лично знали, плюс еще там какие-то бабульки, какие-то дети, скорее всего, из воскресной школы. То есть пригласили только тех, кто под контролем, какие-то подконтрольные группы. С таким подходом к делу, конечно, останется только видеотрансляция, а зала-то нет, и люди между собой не общаются, и не заряжаются какой-то общей энергией для того, чтобы дальше распространить информацию, которую они получили. Я лично получил много новой информации, которую я раньше не знал, особенно по стоматологическим исследованиям, по исследованиям останков этих, которые прямо показывают, что достаточно одного аргумента по зубам. По зубам, значит, это зубы людей, которые не получали достаточного лечения своих болезней, при том, что царская семья даже в условиях содержания под арестом получала необходимое лечение от зубных болезней. Ну, все уже, казалось бы, один аргумент, и этого достаточно. Нет, мы будем другие аргументы выдвигать, не опровергая этот. Так вы не можете этот аргумент опровергнуть, потому что детальное изучение, скажем так, портрета человека по зубам, указывает на условия его жизни. А если есть документальное подтверждение того, что лечение было, а в данном случае его не было, и что там какие-то следы удаления зубов, которых в принципе не было у царской семьи, значит, ну, все уже закрыли эту тему. Ну, еще там организаторы предприняли, ну, я бы сказал, не очень мне понравившийся эксперимент по сжиганию свиных туш, там, с втыканием в них, там, контейнеров с пулями, расплавятся они или нет. Очень затратные эксперименты, и я бы сказал, что они шокируют несколько публику и служат таким уязвимым местом, которое позволяет всяким негодяям говорить, вон, смотрите, там эти некрофилы собрались, обсуждают бесконечно, как они сжигали свиные туши, за какое время сжигали, сколько останков получилось. Ну, достаточно убедительно, конечно, показали, что если свиную тушу, там, сжечь на дровах с керосином и все время подливать керосин, то она, ну, можно сказать, исчезает, практически в пыль от нее ничего не остается. Если на дровах, то, да, должны быть, ну, это очень долго на дровах, сжечь, там, примерно 400-500 килограмм дров для того, чтобы один труп сжечь, и все равно останки будут. А если в бочке подливая керосин, то, конечно, все там, и пули расплавляются, все показано, и по температурным исследованиям все, что, в общем, до бесследности все исчезает, до невозможности идентификации, да, действительно, можно сжечь. Но вот этот бывший следователь, он сказал, да, вы показали, что, да, все, бесследно сжигает, но сжигали ли тела, их-то версия, что не сжигали, что вот они, вот они останки, мы их получили, это стопроцентно те самые останки. Ну, на много вопросов, естественно, не может ни этот человек, ни другие соучастники фальсификации ответить, а что разделили, почему одни трупы туда, другие сюда, да, что с текстовыми материалами, что с вот этими проблемами, которые связаны с исследованием зубов и так далее, не могут ответить ни на один вопрос, они отвечают на свои вопросы. В общем, как и при фальсификации, удобно. Есть те вопросы, которые разрешаются вроде бы легко, и они доказывают что-то, но есть опровержения. Вот если вы опровержения не опровергли, не ответили на эти опровержения, или просто на некоторые недоуменные вопросы, то тогда грош цена всем остальным вашим доказательствам. Вы ищите не там, где истина, а там, где можно что-то фальсифицировать. Вот конференция продолжалась в течение почти восьми часов. Здесь на видеоканале «Царский крест» все это присутствует, в том числе там и показываются фильмы, связанные с моделированием сжигания трупов. Вот как бы это ни звучало, скажем так, неудобно и шокирующе, но, тем не менее, такие эксперименты следствие не проводило, хотя следствие должно было заказать такую экспертизу. Нет, этого не было. Ну, вот энтузиасты сделали это. В общем, и спасибо им на том. Конференция длинная, потому что, конечно, каждое выступление достаточно пространное, показываются там всякие иллюстрации, комментирования, ответы на вопросы. Тема достаточно сложная с точки зрения деталей. А с точки зрения духовно-нравственной тема простая. Мы понимаем, кто находился и находится у власти. Мы понимаем, что это те же самые люди, которые скрывали сначала обстоятельства смерти государя Николая II. Ну, официальная публикация, если кто не знает, была, что царь Николай II расстрелян, а семья вывезена в безопасное место. Вот это была официальная публикация. И, конечно, изуверство такое, что о нем сообщить, ну, как бы ужасно. Тем не менее, подобных изуверств уже не ритуального характера, а просто разнузданность террора, их было множество, тысячи, миллионы людей уничтожены таким образом. Ну, по оценкам следственной комиссии, которая была создана Деникиным, оценочное количество погибших от красного террора, это 1,7 миллиона человек. Ну, цифры разные называются, там, до двух, до трех миллионов некоторые оценивают. Ну, огромное количество умерло от голода и эпидемии, которые были инспирированы вот теми условиями, которые предложили для народа большевики. Но это уже другая тема. Но главное для нас, что фальсификацией занимаются те же самые, кто скрывали обстоятельства гибели Николая II и его семьи. И теперь они фальсифицируют эти обстоятельства с теми же самыми целями. Чтобы не допустить того, чтобы мы знали правду, чтобы оправдать и отбелить тот самый режим, который изначально являлся преступным, и сегодняшний режим также является наследником, прямым наследником этого режима. И само сокрытие обстоятельств гибели Николая II и его семьи – это выявление сути этого режима. А суть этого режима нам известна и по другим его обстоятельствам, его деятельности. По разорению экономики, по лишению страны суверенитета, по уничтожению гражданского самосознания, по развалу всех социальных систем, по насаждению антикультуры и так далее. Все это то же самое, что делали большевики. Все вот ровно то же самое, только другими методами. То есть та же самая гражданская война, но иными методами. Политика – это продолжение войны иными методами. Вот их политика – это продолжение войны против нас. Ключевое событие состоится в 1922 году. Если архиерейский собор признает вот эти останки мощами, это будет означать, что вся иерархия, все, кто из нее не вышел, все являются соучастниками геноцида русского народа, не являются православным священством, и больше нам с ними никакой диалог, разговор вести не надо. И признавать своими священниками, православными, священниками русской православной церкви, мы будем только тех, кто не признает всего этого. Вот сейчас мы в основном должны, как русские люди, как православные люди ориентироваться на так называемых непоминающих, то есть это настоящие священники. Есть просто трусливые, которые поминают, ну ради того, чтобы вот литургия была, люди были в церквях. Ладно, там, ну можно как трусость, можно простить, хотя это грех тяжелый, особенно в нынешних условиях. А вот если там, если голос священства будет спрятан за фальсификациями и за безумством вот двух этих митрополитов-сатанистов, тогда все уже, тогда что нам делать в храмах, где все осквернено? То есть вот решается этот вопрос. Электронный концлагерь, он будет прямым продолжением вот этого, этой духовной гибели, я бы сказал. Очень важно, чтобы русские православные люди возвысили свой голос против этих фальсификаторов, против этой сатанинской власти, против сатанистов в московской патриархии. Если просто сидеть и наблюдать со стороны, как говорится, лопать попкорн и любопытствовать, ну тогда все пойдет именно в ту сторону, куда все и катится, то есть к полной гибели и расчленению России, и не будет никакого будущего ни у страны, ни у ваших потомков. Все, история закончится раньше, чем вы могли бы себе предположить. Либо мы за Россию, за Русь, за Христа, либо мы против, вот все деление сейчас происходит именно такое. Где будет большинство, да я не сомневаюсь, где, и я думаю, что вы все знаете, где. Потому что страна расхристана, герусифицирована, и даже люди, которые считают себя русскими, таковыми не являются, в подавляющем большинстве я скажу. И здесь тоже, на конференции, когда чат открыли с самого начала, так там набежало троллей совершенно полоумных, каких-то там ведистов, вредноверов, сталинистов и прочей нечисти, пришлось чат закрыть. Модератору не было сил на то, чтобы модератор сел и просто их всех выкинул из этого диалога. Сил не хватает просто даже на элементарно на то, чтобы провести конференцию. Не хватает сил на то, вот и у организаторов, очевидно, не хватило сил для того, чтобы сделать приглашение таким, чтобы от него нельзя было отказаться. Не пригласили даже тех, кто и должен быть вот той самой общественностью, которая дальше разнесет материалы этой конференции дальше. Я не знаю, опубликует ли кто-то, есть ли сил на то, чтобы опубликовать тезисы, чтобы было понятно, какие результаты, какие опровержения, кто с какими тезисами выступил, как они опровергаются, если это тезисы фальсификаторов, и как они подтверждаются, если это добросовестные исследования. Я думаю, что на это тоже не хватает, не хватает силенок. А вы сидите в стороне, это я уже обращаюсь к зрителям, вы никак не воздействуете на ситуацию, но тогда она катится туда, куда катится. Наших сил недостаточно, а их сил вполне. И там на стороне фальсификаторов все, там государственные ресурсы, средства массовой информации, которые нам расскажут в подробностях, как они доказали то, что доказать невозможно, не истину, а ложь. И вы в этой лжи будете жить, потому что эта ложь вписывается в концепцию электронного концлагеря. За Родину надо сражаться, за Христа надо стоять до последнего. Тогда мы русские, тогда мы достойные продолжатели предшествующих русских поколений. И тогда мы можем сказать слава Руси, Господи спаси.